так ну что всем привет мы в очередной раз в прямом эфире сегодня у меня будет снова очень крутой гость армине армянская модель которая была на том самом известном показе гуччи после которого они много начали говорить и сегодня я хотел бы с ней поговорить конечно моде мы поговорим о показе и вообще бы хотел бы как и для себя так и для вас и и кстати вот армейная тут звонила сейчас по вот сапу она не совсем знает как подключиться вот сейчас я надеюсь я и вроде объяснил надеюсь она разберется вот что я говорил да и хотел бы раскрыть ее и как для себя так и для вас ее с другой стороны вообще какой она человек если вы смотрели вчерашний мой директ с катей андервуд вы могли заметить глубину в этом человеке что это так вот не армин и пишет так армин и мы все тебя ждем отправь запрос значит на видео я пока тебе тут представил так щас 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 у меня волосы конечно же так отросли ужас уже гнездо на голове так армине мы тебя ждем так я так понимаю что они совсем знают как подключиться так да собственно говоря что я хотел еще и love your hair thank you so much да 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 что я говорил сейчас я выпью вина а то у меня уже мозг не совсем работает да у меня буду планируется еще куча привет привет как планируется еще много интересных интервью с интересными людьми с которыми будем делиться их опытом и как я уже обещал скоро на моем youtube канале я выпущу видео где буду рассказывать о себе о том как я приехал в париж чем я тут занимаюсь и также вам немного расскажу о своей профессии где работаю и как вообще у меня тут протекает жизнь вот так где моя армины так давайте я сейчас наверное отключусь наберу ей отвлеченного что за сигареты ты куришь я что за сигареты курю курю собрание вот такие сигареты вообще курю вог но они у меня закончились сейчас вот курю собрание атакую курю еще мальборо обычный голд вот серёжа скажи пожалуйста когда будут известны итоги конкурса итоги конкурса будут известны в следующем видео которое я вот выпущу в youtube как раз таки от которыми сейчас говорил где я буду как раз таки рассказывать о себе больше и так далее и там в этом видео будут уже итоги конкурса я думаю это выйдет ну дня дней через четыре пять максимум поэтому долго вас не заставлю уже ждать скоро все выйдет о вот вижу ее супер о привет привет супер смогла подключиться слава богу у меня такой цвет это отсвечивает так что вот так ну как у вас там дела обстоят ну на карантине уже третья неделя но мы также в принципе сидим поэтому в общем такие дела у тебя розовые сигаретки а у тебя розовые сигаретки у меня есть розовые у меня есть фиолетовые у меня есть желтые они разноцветные вот я тебе могу даже показать красиво я покупаю честно говоря только из-за цвета так они ничем не отличаются и по вкусу они все одинаковые слушай так что-то мне карантин показ значит хотел с тобой поговорить наверное это многих интересует расскажи пожалуйста о своем показе гучи на которой ты не очень так хочешь об этом говорить ну давай хотя бы расскажи как ты туда попала как они тебя заметили как это все проходило я просто уже наизусть знаю эти слова поэтому это будет не искренне давай искренне у нас вообще все должно быть искренне если ты хочешь там что-нибудь выпить или закурить сигаретку застыку я сейчас попью его окей вот я тут у нас можно все полная демократия окей так началось все с того что я должна была поехать в америку меня отказали визу отказали и я думала с подругой что мне делать чтобы было круто а сказать я в америку собиралась просто так вы хотели по работе просто просто так то есть а гучи еще не как нет просто к друзьям да вообще не было и мне отказали визу мне стало очень грустно я начала думать что мне сделать чтобы весело было и купила билеты в берлин билеты в берлин с подругой потому что там в берлине моя любимая группа должна была бы выступать ага и это корейская группа корейская корейская группа корейская группа инди поп и хюко называется не знаю мало кто знает я уже очень много лет и я мечтала просто пойти на их концерт да случилось вот так что я с подругой вот полетели в берлин чтобы послушать их так на 4 дня и после концерта уставшие бродили последний день был кстати бродили по берлину и по магазинчикам и одна девочка подошла ко мне она была скаутом я не знала тогда что она скаут она сказала можно пофоткать тебя да я удивилась сказала да она фотограф была да да у нее не было фотоаппарата нет она айфоном просто на айфон да и сказала что можно пофоткать сказала да давай а потом сказала что она скаут и мое лицо ей очень понравилось поэтому она вот так и подошла ко мне ага и сказала давай обменяться контактами обменялись мы контактами и я забыла об этом да потом два месяца или три нет два месяца спустя когда я была уже в Еливане она написала мне что знаешь я отправила твоё фото в гучи и гучи хотят увидеть тебя на кастинге и всё то есть ты как бы даже дала контакт забыла о ней да 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 ни на что не рассчитывала нет и ты поехала в Милан нет это было летом они позвали меня на круизную коллекцию а я не смогла потому что она в последний день мне сказала что она думала что у нас визовый режим очень простой свободный да а у нас это долгий процесс и поэтому она за день сказала до кастинга сможешь завтра вылететь из Еливана в Рим а я скажу нет я не смогу и отказалась потому что не смогла сделать визу за один день ну да а потом месяц спустя снова она написала что они всё равно хотят тебя увидеть давай на СС Spring Summer прийти да я уже сделала визу и уже получилось что в этот раз я тебе заранее уже сказала да а вот скажи мне ещё такой момент ну потом ты полетела всё понятно скажи вот такой момент вот когда ты шла по подиуму и ты понимала что самые влиятельные люди в мире моды все смотрят сейчас на тебя это твой первый показ я правильно так понимаю был вообще да самый вот как ты себя ощущала ой сначала волновалась конечно но поскольку 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 и что прости мой русский иногда сбивает меня шикарный русский вообще не волнуйся всё нормально так как так как я вообще сцена для меня это всё потому что я родилась в художественной семье и всегда была как бы на сцене я ходила на балет я была на сцене я ходила на музыку на хор я была на сцене и круто я выбрала профессию сценограф и как бы это было круто как попасть туда это было очень волнительно и я представляю да это был другой уровень это был другой уровень это было круто да а скажи вот ты говоришь то есть ты не собиралась это были очень спонтанные эмоции потому что ты не знала в последнюю минуту может тебя снимут может ты не попадешь потому что это не догматично всё потому что не знаешь может в последнюю минуту фантазия у дизайнера изменится и он на сцене и поэтому ты всегда волнуешься конечно и знаешь что даже девочек бывает снимают прямо с самого в день показа да да там было несколько таких девочек случаев да случаев и это волнительно но когда ты уже попадаешь на сцену это буря эмоций как будто волна проходит сквозь тебя да а скажи вот после твоего вот показа Гуччи у тебя было много предложений потом по работе ой не так уж много не такого уровня просто был очень хороший показ в Грузии я участвовала там это фирма марка вот ну так чтобы сказать что у тебя разрывался телефон что тебе начали сразу все звонить нет местные местные сми не только местные русские и грузинские и турецкие тоже да это было странно все звонили мне все хотели интервью все с ним хотели снимки какие-то мой телефон разрывался просто я не знаю почему потому что я как бы не участвовала в мейн главном показе я как бы перформанс парт но я вот тебе могу сказать какие я не понимал почему я получал после этого показа мне сразу многие люди писали ты видел наша армянка на показе гучи и так далее и так далее в принципе это была была достаточно резонансная такая информация новость поэтому я в принципе не удивлен что тебе поступало много и предложили я удивляюсь удивляюсь да все равно не понимаю почему потому что там были очень многие интересные все были интересные лица все были интересные девочки парни да просто странно для меня это все вокруг меня почему это так получилось а вот ты когда приехала уже прилетела из Милана в Ереван у тебя стало было такое время когда тебя стали вот узнавать на улице в твоем родном городе да это это и приятно и нет вообще-то это неприятно потому что ты не бываешь одинок на улице иногда хочется побыть одной гулять а так не бывает уже ну вот скажи а вот как люди реагировали подходили делали комплименты да может ты какой-то критик с критикой сталкивалась я не знаю как вот твой народ наш народ я всем сталкивалась а всем сталкивалась потому что я вообще-то меня узнавали всегда на улице но только мои как бы мои люди а так началось ну твои люди ты кого имеешь ввиду ну мои друзья знакомые знакомые ну Иван маленький и здесь всех всех знают почти нет ну это понятно знакомых а вот люди которые тебе не знакомы и они тебя знают благодаря там они уже когда это все началось все уже хотят сфоткаться со мной я не знаю поговорить сказать что-то и плохие вещи и хорошие вещи странно и плохие тоже в том числе да сначала было очень много плохого очень-очень много плохого то есть тебе могли люди подойти на улице и на улице на улице это меньше было чтобы подошли плохое сказали но мне писали очень много звонили плохие вещи говорили а даже так да да ну а тебя это как-то закалило или не знаю у тебя был переломный момент когда ты там не знаю расстраивалась одна дома да я плакала как ты вообще это пережила как ты реагировала я много плакала много плакала из-за этого да потому что не понимала почему что я наделала это плохое что-то потому что вот ты знаешь в начале очень много негатива было вот очень удивительно когда люди незнакомые тебе да когда твои родные люди тебя еще критикуют такие моменты это вдвойне конечно обидно вот когда люди просто так не знают меня да не знают критиковать и не знают какие могут быть последствия знаешь один может плюнуть и идти дальше а у некоторых я знаю случаи у которых там они закрываются себе в себе там перестают заниматься тем чем занимались хотя у них это здорово получилось они как бы не могут пережить эту критику мне помогли моя семья и друзья потому что они всегда поддерживали меня и это очень главное потому что если бы они не были то это я бы сломалась да очень трудно было потому что негатив я говорю очень очень страшно вот я как раз таки плавно перейти вот к вопросу семьей потому что я сам из кавказской семьи я сам чистокровный армянин я знаю что это такое вот мне интересно как семья реагировала на то что ты стала моделью что ты в этом бизнесе которым ну разные стереотипы понимаешь у людей ну я не думаю что я стала моделью как я не думаю что я стала моделью нет ну смотри я говорю о том моменте когда ты сказала папа мама я на показ гучи ну это был процесс так как мне я отказалась в первый раз это уже знали моя семья уже знала и как бы уже подготовила себя чтобы пустить меня но они тебя изначально поддерживали или им потребовалось время какое-то нет изначально поддерживали потому что моя семья они художники все и как бы они открыто думают всегда думали открыто и даже им понравилось все это но боялись конечно потому что не знаешь куда идешь все равно да да поэтому не боялись но вот я понял да пусть если не пустить это не было вопросом вопрос был в том что это по-настоящему или нет а то есть еще закрадывались какие-то сомнения в том что на самом деле это не показывают да я в последнюю минуту об этом успокоилась потому что до последней минуты я ты не верила да я боялась очень да ну слушай потому что это впервые в армении вообще такое не случалось и я была первой и об этом знали только мои друзья близкие и семья и я боялась ну вот мне кажется поэтому еще эта новость стала такой резонансная потому что в принципе наверное такое обычно не встретишь а тут вот такое поэтому наверное многие об этом говорили слушай еще хотел спросить по поводу твоей семьи раз ты уже затронула этот вопрос расскажи пожалуйста чем именно занимаются твои родители ты сказала что они художники а вот как бы в какой стези в каком направлении с папой мы в разводе я не общаюсь с ним а вот мама моя она врач и художник то есть папу ты своего никогда не видела ну я видела в детстве но больше так давно не общаемся да понятно папа армянин тебя тоже да он из Еревана да но он сейчас в Москве а в Москве живет да мама моя врач и художник бабушка тоже художница дедушка тоже художник прадедушка тоже художник понятно семья артистов да вот мои дедушка и бабушка преподают мой дедушка был деканом в академии художественной главной нашей в Армении а бабушка преподает в колледже дизайна и не дизайна а вот художественный колледж по-моему называется и мама пошла по стопам мама врач мама врач но не смогла отказаться от художественной своей палатинки да она совмещает она всегда участвует в экзибишн эти выставки выставки да да ага а вот вопрос стоял чем ты должна заниматься или тебе давали полную свободу то есть хотели ли твои родители не знаю дедушка с бабушкой чтобы ты тоже стала художником ой я хотела стать хирургом хирургом хотела но моя мама не пустила сказала что это очень трудно я не хочу чтобы ты много вот двадцать лет учить учимся и снова всегда должны учиться это такая профессия что очень много труда вот должно ну кстати мне кажется это можно отнести к любой профессии всегда нужно развиваться конечно да ну если профессия с жизнью человека связана это немножко более ответственность совершенно другая ответственность это понятное дело да ну зависит уже тут от твоего желания сколько сильно от этого хотела да или врач или художник уже да и поэтому я тоже пошла в колледж дизайна а потом в театральный в театральном у нас есть отдел театральный дизайн театральный художник кино и театра и вот я закончила эту этот факультет и вот когда тебя встретили в берлине ты говорила заметили тебя ты уже тогда предполагала что ты можешь работать моделью были ли у тебя такие мысли ну в детстве всегда мечтаешь об этом в детстве всегда мечтаешь об этом и никогда не думала что это будет реальностью да кстати я всегда мечтала о учебе У тебя была такая мысль, ты хотела. Да, и мечтала всегда о Гуччи. Правда, ты о Гуччи мечтала? Да. А ты что? Ну вот, видишь, всё-таки не зря, говорит, мечты реализовываются. Я думаю, что да. Мои все мечты когда-нибудь сбываются. А скажи, у тебя есть брат, сестра или, может, братик? Нет, я одна, и это грустно. Это грустно. Хотела бы иметь братика или сестричку? Да, 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 очень. Слушай, ну у меня, я сам из многодетной семьи. Круто. Да, у меня два брата и сестра, и хочу сказать, что это, конечно, колоссальное богатство, которое ты можешь иметь, потому что ты понимаешь, что это прям твои такие самые, наверное, близкие люди, которые тебя любят просто так, ни за что-то. Но у меня есть двоюродные сестры, и я с ними очень близка, мы каждый день общаемся, и это круто, конечно, когда имеешь своего человека. А у тебя такая прям кавказская большая семья, всего у нас принято, да, много родственников. Да, конечно, и все близкие. Чего-чего? И все близки. И все близки, да? Друг с другом, да. Это круто, это поддержка. Что-то еще у тебя хотят? А, по поводу, скажи, пожалуйста, я вот сам был недавно в Армении, вообще первый раз я полетел в Армению два года назад. Да. Полетел два года назад первый раз, и потом еще спустя год еще раз полетел. И как раз-таки были вот эти события с... Деволюция. Да, и властью. Да. Власти, да. И скажи, какая вообще сейчас ситуация в стране? Улучшилось ли что-то? Ты сама на себе это ощущаешь? Я ходила на все митинги. Ты ходила на все митинги, да? Я не ходила бы в институт, я не ходила на работу, я ходила на митинги. Я... мы все, мы, наше поколение, мечтало об этом, что произошла бы революция. Мы выросли на вот митингах, наше поколение. Все время мы были митинги... Ну, подожди, как раз, что они были настолько часто, что ты можешь сказать, что вы прям выросли? Ну, каждый год всегда были митинги. У нас был митинг... Электрик Ереван назывался, это самый большой до революции митинг был, где вот главная улица Баграмян, мы закрыли ее, и неделями закрывали эту улицу. И очень сплочился народ, и научился митинговать в это время. И научились вот эти схемы разрабатываться, как власть, чтобы... Вы хотели смены власти. Да. И это получилось. Это получилось. Не так, как все хотели, но... Всегда новое... Вы сегодня довольны тем, кто стоит у руля? Я довольна. Ты довольна. Да, я вижу всегда в новом хорошее. И мне только не нравится... Лидер мне не нравится, но мне не нравится окружающий... Нет, лидер мне очень нравится, но мне не нравится окружающий... Я так понимаю, ты говоришь о Пашиняне сейчас. Да, да. Мне он нравится, но мне не нравится его окружение. И я думаю, что это постепенно должно вот двигаться или работать. Да, но, во-первых, это... Трудно, потому что наша страна не так уж богата. Это трудно, потому что наша страна не богата ресурсами. И у нас много очень вопросов, связанных с другими нашими соседями. И всегда это трудно, это мешает всегда развиваться. Но наше правительство делает все, я думаю, так, чтобы наладить все эти вопросы. Думаю, все будет хорошо, но только не так уж быстро, но постепенно, наверное, уладится все. Ну, мы очень надеемся. Да. Да, скажи еще, вот так как мы люди, работающие в мире моды, мне вот интересно еще, как, например, новое правительство относится, поддерживает как-то, может, молодых дизайнеров, я не знаю. Как у вас вообще развивается индустрия моды? Потому что я знаю, что она там особо не развита. Да, у нас очень медленно развивается, но в последние годы как-то началось движение какое-то. И у нас открылось первое модельное агентство в прошлом году. Тайс Моделс называется. Одна русская девочка открыла вместе с друзьями-армянами. И это очень круто, что она вот решила и открыла. Потому что вообще не было у нас никакого нормального агентства. А вот скажи, государство как-то поддерживает? Ну, государство начало поддерживать концерты молодежные, вот, ивенты какие-то. В прошлом этого не было. Какие-то техно-ивенты и техно-музыку начало поддерживать. Это как-то ново для нас, потому что мы все любим это, а у нас никакой поддержки не было. А сейчас вот уже какие-то фестивали уже государство начинает помогать, чтобы были эти фестивали. А вот ты хотела бы какой-нибудь вклад нести именно в модную индустрию, вот, в Армении? Или, может, уже что-то сделала, я не знаю? Ой, я не знаю. Наверное, пока не созрело во мне это все. Не знаю. Я не думаю, что я уже профессионал, как один раз в ГУЧе. Нет, для этого не просто профессионал. Нет, я понимаю, о чем ты говоришь. Но потом, знаешь, молодая кровь, перспективная. У тебя есть уже понимание, что такое мода, как она вообще выглядит, да? Мне кажется, главное желание в такой ситуации. Да, конечно, всегда главное желание. Не знаю, пока я не могу сказать что-то. Созреваешь, да? Да, пока нет. Вообще у меня очень медленный темп. Ну, главное, знаешь, это, как говорят. Я все предоставляю в судьбе. Понятно. Но главное, чтобы все было качественно. А то быстро еще не значит, что хорошо. Смотри, еще вот такой вопрос. Вот Грузия, да, она достаточно, особенно вот несколько лет назад стала на гребне прям популярности в фэшн-индустрии. Ведь она совершенно близко находится от Армении. Но, тем не менее, она гораздо находится впереди в плане развития именно модной индустрии. Скажи, что ты думаешь, почему и с чем это может быть связано? Вообще, это очень с многим связано, я так думаю. И думаю, с тем, что Табилиси всегда был городом, где не только в советские времена, и после этого всегда был тем местом, где собирались все, и грузины, и армяне, и все окружающие народы всегда собирались там. И там движение более активное было, чем в Ереване. Всегда это так было. И многонациональный город Табилиси. И вот это тоже влияет на это, я думаю, потому что много культур. И, не знаю, страна богатая, я думаю, потому что у них есть море, у них есть ресурсы какие-то. Ну, да, но смотри, я вот, например, когда летал в Армению, мы полетели, я не помню, сколько, по-моему, на неделю, надеюсь, не в Армению, и заехали еще на несколько дней в Тбилиси. И вот я тебе могу сказать личные ощущения, когда я приехал в Тбилиси, я сразу понял, ну, сразу это чувствуется даже, что город гораздо развитее. Знаешь, у нас всегда вот так было. Чем в Ереване, я сравниваю. И до советского времени, и до советского времени, и советское время, и после всегда интеллигенция собиралась в Грузии, в Тбилиси. Армянская интеллигенция всегда там жила. А вот богачи всегда жили в Баку, потому что нефтяные вышки и так далее. А Ереван оставался всегда ни с чем. Между. Да, между. Потому что все богатые армяне жили в Баку, вся интеллигенция жила в Тбилиси. А потом, вот поэтому и развивался, наверное, Тбилиси, потому что был интеллектуальным городом. Да. А потом, когда развалилось это все, страны начали только на себе полагаться. И, наверное, вот так я не могу объяснить. Ну, я понимаю, конечно, ход твоих мыслей. Но у меня еще вот закрадывается такой вопрос, который тоже, может, имеет место быть к данной ситуации. Вот когда разговариваешься с грузинами, они при слове «Грузия», «Тбилиси» у них даже слезы на глазах наворачиваются. А вот наши армяне, они как-то более скептично, что ли, относятся. Нет, ты не прав, ты не прав. Нет, вот, да, вот, я только рад, если я ошибаюсь. Да, ты ошибаешься очень, потому что ереванец, который жил и всегда живет в Ереване, он обожает Ереван. Я тоже обожаю просто Ереван. Я не сравниваю ни с каким городом его, потому что это другой город вообще, это космос для меня. И для всех ереванцев тоже. Очень много даже песен, песни есть очень много про Ереван. И все песни очень хорошие, кстати. Нет плохой песни про Ереван. И, не знаю, все ереванцы обожают музыку. Это моя самая любимая, правда. Я даже вчера, помню, вечером включил армянскую музыку, и мы с друзьями... Думаю, настоящую армянскую музыку. Не вот муха. Настоящую? Какую? Ну, настоящую армянскую, Комитасу, например. Ну, я так сейчас поназваем тебе не скажу, конечно. Я люблю Шалахо какой-нибудь. Ты поактивнее, Ленин. А, я потом очень сильно люблю, это, наверное, моя любимая группа, это Гарик и Сон. Да, вот они... Я мечтаю на их концерт попасть. Я смотрел в интернете, но, по-моему, еще нету, да, их... Они вообще в Армении часто выступают? Да, в Армении они самые обожаемые, наверное, сейчас. Все любят их. Популярные, да? Да, да. Потом я знаю, там, Ивета Мукучан есть, знаю, Сильва Агакубян. В общем, я пример ваших исполнителей. Ты попознаешь. Слушай, ну я опять же говорю, вот что там отголоски с России идут, я что-то такое вот тоже пытаюсь включать. Здесь очень много хороших новых групп, рок-круппы, очень много... Ну вот ты мне поскидывай потом, я послушаю с удовольствием. Да, у нас очень много пабов, баров, где очень хорошие артисты выступают. И, кстати, очень много джаз-клубов. Джаз-клубов, да? Да, Ереван очень известен своим джазом, кстати. Правда? У нас очень старый джаз. Я вот не раз видел джаз в Ереване, с удовольствием бы сходил. Самые известные джазмены армяне. Минуты. Правда? Очень много армян в джазе. Всегда были. Но ты музыку любишь, я так понял, уже. Обожаю, да. Я ходила на музыку, я ходила на фортепиано, ходила на хор. А ты сама предпочитаешь какую, например, музыку? Армянскую или американскую? Я все жанры люблю. Я не могу... Я люблю всё хорошее. Главное, чтобы качественно было. Вот сегодня мы слышали, мама и я включили Моцарта и весь день слушали Моцарта. Правда? Да. У нас по дням. У нас по дням. Сегодня классика. Да. Скажи, а вот с кем бы ты мечтала бы, например, поработать из фотографов, я не знаю, с каким бы журналом? Потому что ты говоришь, что у тебя не так много было работы, да, после твоего вот показа. У тебя есть, например, какой-то там Dream Team твой, с кем бы ты хотела бы, может, реализовать какой-то проект? Я никогда не думала об этом. Никогда не думала об этом. С кем бы, вот, из фотографов или... Один корейский фотограф есть, мне он очень нравится. Я не могу сказать имя сейчас. Не помню, кстати, прости. Тебе нравится корейская группа, корейский фотограф? Я уже понял, у тебя есть какой-то коннекшен с Кореей? Я учила корейский язык, кстати. Кстати, по-моему, розовый цвет, а любимый цвет в Корее, если я не ошибаюсь. Не знаю. Думаю, да, наверное. Минишность, няшность у них в тренде. Ты был один раз в Корее, в Сеуле? Мне понравилось. Правда? Ты была в Корее? Нет, я мечтаю. Да? Ну, кстати, Азия не совсем мое. Я был вот из Азии, ну, там, Таиланд, наверное, все были, в Китае был, в Пекине. В Пекине безумно не понравился. Огромный, грязный. А Сеул понравился, да. А, А Сеул понравился, да. Я учила корейский язык, я учила корейские национальные танцы, и поэтому мне это очень близко. Культура или язык? И язык, и культура, и танцы национальные. Потому что для меня, например, Азия – это совершенно другой мир, никак не пересекающийся там ни с Арменией, ни с Европой. У нас были фестивали корейской культуры, я участвовала и танцевала там корейские национальные танцы. А, даже так. А как национальные корейские танцы выглядят? С веерами. А? С веерами. А, с веерами, ага. Ясно. Смотри, еще у меня вот такой вопрос. Вот следя за твоим инстаграмом, ну, можно увидеть, что он у тебя не такой нетипичный прям инстаграм для девочки из Еревана, да? Почему? Ну, как бы, в основном сегодня… А почему ты обобщаешь все? Нет, ну, слушай. И многие просто девочки сегодня любят там где-нибудь себе там увеличить, я не знаю, какие-то губы, нос уменьшить, я не знаю, там, глаза сделать, разрез помнить. В общем, ну, сегодня всякое бывает, что в жизни человека и не увидишь, каким он выглядит в инстаграме. Вот у тебя был момент… Ты вот всегда принимала… Вообще, ты хотела бы, интересно, что-нибудь вообще поменять в своей жизни, внешности, и если да, то что? И был ли у тебя момент, когда ты вот абсолютно принимала свою внешность или, может, не принимала? Мне кажется, это относится ко всем. Ну, я думаю… Поэтому я вряд ли… Да, конечно. Мой инстаграм – это воплощение, наверное, меня. Я не хотела, чтобы было фальшиво что-то. И поэтому, вот, ну, я выросла в семье артистов, вот, и поэтому, наверное, самое главное для меня – искренность. И вот поэтому у меня инстаграм не такой уж отфотошопленный. И, да, всегда мечтала в детстве уменьшить нос, но это прошло само собой, потому что мне стала нравиться моя идентичность, мой нос. Вот я об этом не спрашиваю, потому что… Наверное, у всех армянок есть горбики. И принимает, понимаешь? Я, кстати, к этой категории тоже людей не отношусь. Я не могу сказать, что я себя тоже полностью принимаю. Но вот, тем не менее, я, конечно, ничего там не ретуширую и так далее. Но все равно вот интересно вот этот момент, когда это… О чем говорит? О силе духа, силе характера. Наверное, силе характера, потому что все говорят, сними брови, уменьш носик. Это как бы шаблон уже, и все навязывают кругом это. Но ты должен принять себя такой, какой ты есть, наверное. Я не осуждаю людей, которые делают операции. Конечно, каждый в праве делает такой. Ты должен чувствовать себя хорошо в своем теле. Если тебе нужна операция для этого, да, давай сделай операцию. Но если ты сможешь без операции чувствовать себя хорошо, ты вообще умница, думаю. Да, но это, да, тут, конечно, все равно, насколько ты силен духом, чтобы, не знаю… Опять же, это относится ко всем, потому что бывает, смотришь, думаешь, и не поймешь, что что-то у человека там какой-то дефект. А он в себе там видит кучу всяких каких-то минусов. Ну да, в общем, это все. Конечно. Всегда я тоже до сих пор иногда вот так сделаю, говорю, может быть, нужно мне было сделать, но это проходит, потому что ты думаешь, нет, это твой, но это ты. Ну это круто, это очень круто, я правда… Ты с этим узнаваемо становишься. Да, да, да. Вот. И похоже на всех. Во-первых, ты очень красивая девушка, я тебе, правда, ищем не говорю. Спасибо. Потому что сегодня, когда ты открываешь просто ленту Инстаграма, ты просто уже не различаешь людей. То есть они все на одно лицо, все одинаковые носы, глаза, и ты думаешь вообще, кто где есть, кто вообще. И для меня это главное, что я была, наверное, узнаваемой в детстве, я об этом мечтала. И вот поэтому оставила себя такой, какая я есть. Ну это очень круто, это правда заслуживает уважения. Слушай, давай посмотрим, что нам пишут люди. Давай, я мечтала, я тоже хочу читать. Пишут, какую лозунг у Армине по жизни? Ой, думаю, я подумаю об этом завтра, как у Скарли Духара. Потому что я обожала в детстве её, я хотела равняться ей, и двигалась по её девизам. Наверное, скопирую её и скажу, что я подумаю об этом завтра. Ну ты такой человек, который, в принципе, я думаю, живёт каждый день, как в последний раз, да? Да. Ну это круто, я, в принципе, следую такой же тактике. Так, посмотрим, что нам пишут из наших телевизорителей. Потому что мне потом после эфира пишут, почему не ответили на мой вопрос, поэтому я не хочу никого обижать. Что за чувак пишут сверху? Этот чувак — это интервьюер. Меня зовут Сергей, живу в Париже, работаю стилистом. Что всем было сразу понятно. Так, ну, в принципе, у нас очень много комплиментов. Твой адрес заслуженный. Я понял. А смотри, у тебя было в детстве такое ощущение, что, может, ты хотела бы как-то что-нибудь изменить, может, чтобы у тебя, не знаю, были другие отношения с семьёй, чтобы у тебя была целостная семья. Потому что для, вообще, южан, это же настолько важно, знаешь, эти все семейные ценности иметь. У нас в семье очень все дружные. Это к этому одно, что это философски. Да, наверное, по-философски. Если бы я умерла и снова родилась, я бы хотела снова попасть в эту семью, потому что мне здесь очень круто. Я обожаю моих, и я не представляю жизнь вообще без моих. Они самые крутые для меня. Я учусь и учусь. Каждый день учусь у них жизней. Это очень круто, когда ты ценишь то, что ты имеешь, потому что сегодня очень часто встречаешь людей, которые, как правило, много чего имеют, и не всегда это ценят. Я уже легла, прости меня. Всё окей. Я считаю, что надо вообще чувствовать себя в любой ситуации комфортно. Спрашивают у нас ещё, на каких языках ты разговариваешь? Это трудно сказать, потому что говорю, наверное, хорошо на двух языках. Это армянский и, наверное, русский после армянского. А потом начинаю английский. В школе учил французский. У меня школа была французской. Мы не учили английский. Мы учили французский в школе. Английский само собой научилась. А потом учила корейский. Первый уровень у меня корейского. Получается армянский, русский, английский, немножко французский, немножко корейский. Пять. Пять языков. Ну, это очень много. Я сейчас тоже собираюсь учить четвёртый язык, но пока что-то особо не решаюсь никак. У меня английский не такой уж хороший. Я могу очень писать хорошо, но вот разговорный английский у меня немножко нехороший, потому что я боюсь разговаривать всегда на английском. Да, но... Много читать. Да, но если ты боишься разговаривать, я, например, что делаю, чтобы поддерживать язык? Например, там можно смотреть какие-то фильмы. Да, нужно читать много и смотреть. И практика, конечно. Ну да. Но это все говорят, мало, конечно, кто делает, но в идеале, конечно, так должно быть, да. Мои знакомые уже пишут мне тут, я вижу. Что... У меня вопрос, в принципе... А, у меня вот ещё мне пишут. Мне вот говорят... Расскажи о твоих бабушках. У меня трое бабушек. Это так получилось, потому что моя родная бабушка имеет двух сестёр. Угу. И они трое, мои самые близкие люди. И как бы три крёстных феи у меня всегда поддерживали. И я обожаю просто их. Скажи, а ты вообще разговариваешь о личной жизни или не совсем? Не знаю. Никогда не говорила, никогда не спрашивали. У тебя есть бойфренд? Нет. Бойфренда нету. Окей. Потому что у нас тут есть догадки, что у тебя бойфренд кореец, поэтому, видимо, люди подумают. Нет. Любовь твоя к Корее... Нет. Я просто обожаю еду корейскую, обожаю язык, слушать язык корейский и культуру просто. Ну, слушай. Почему бы и нет? Как говорится, да? Это вино? А? Это вино. Да, это вино. Я, в принципе, либо вот его пью, этот ризлинг, либо шардоне, потом этот, как он называется, Сансер люблю. Кстати, приезжайте в Ереван летом и весной. У нас в фестивале есть очень хороший винный. Мы закрываем всю улицу. У нас есть улица винная, улица Насариане. Там все винные кафешки. И закрывают эту всю улицу. И дегустация вин у нас очень хорошая, праздник, много еды, много вкусняшек. Проходят какой период? Я забыла. Но это не то лето, правильно? Нет, конец весны, начало лета, наверное, вот так. У нас два вот такого праздника. Ну, вот сейчас как раз-таки закончится этот карантин, выпустят нас всех из наших домов. И ринемся мы в Ереван. Я, кстати, планирую поехать в Ереван. Не знаю пока, когда, но... Приезжай обязательно, погуляем. Да, я приеду, это сто процентов. Напиши с ним. Да, мы даже можем вместе спланировать какой-нибудь совместный проект. Сделать какую-нибудь съемку. С радостью. С радостью. Что-нибудь сделать такое интересное. Мне, кстати, давно закрадывается уже такая идея сделать съемку с тематикой, касающейся Армении. не только Армении, у меня на определенную тему, я просто, знаешь, пока оставлю... А как ты попал вообще в эту индустрию? Я просто так перебил себя... А точнее... Прости, я перебила тебя. Режиссером. А? Я перебила тебя, прости, говорю. Говорю, а как ты вообще попал в эту индустрию? В индустрию моды, ты имеешь в виду? Да. Ну, я начал... Я, во-первых, учился в школе, в школе моды, и потом проходил стажировку. Первую свою стажировку я вот сделал в одном из изданий Эль Русский. Круто. Да, и вот потом начал сотрудничать с разными изданиями и так далее. Но я подробно потом еще все опишу. Я, кстати, перед тем, как тебя ждать в эфире, я немного рассказал о тебе, немного рассказал о том, о себе. Вот, я сделаю презентацию на своем YouTube-канале, я его в каждом эфире рекламирую, так что заходите, смотрите и оставляйте свое мнение. И расскажу его побольше, конечно, о себе. Вот. А так о себе я не очень люблю разговаривать, но работаю уже сколько? Уже где-то два года в этой индустрии. Кстати, самое главное, что я получила от всего этого, это друзья по всему миру. Это очень ценно. После показа. Да, да, да. Очень крутые ребята были там, и я очень рада тому, что у меня они есть. Ну это, да, вот друзья, это, конечно, очень ценно, тем более, когда они тебя разбросаны по миру. В любую страну можешь приехать, да, и у тебя есть компания. Так, что-то нам тут пишут. Вот я люблю армянскую музыку и еду, потому что муж был... А, и еду, потому что... А, моя тетя Венера пишет. Привет! Да, я тоже, кстати, обожаю армянскую еду. Но опять же, если вернуться к Грузии, грузинская кухня, конечно, безумно вкусная. Вот эти все хачапури, хинкали, я когда в Россию прилетаю, первым делом в какой-то кавказский ресторан. Ну, всегда толстеешь от армянской и грузинской кухни всегда толстеешь. Это трудно жить тут. Ну да, но если умеренно кушать и много двигаться, заниматься спортом, то все будет. Кстати, ты занимаешься спортом? Нет. Нет времени. Вообще, я очень обожаю плавание. Я обожаю плавание. Да, я всегда ходила на плавание, но сейчас у меня нет вообще времени. Я не успеваю. Я работаю до семи. А кем ты сейчас работаешь? Я работаю график-дизайнером и иллюстратором в большой компании в Армении. Ага. Так. Понятно. Где же это мы к концу этого нашего разговора? Не знаю. Подожди. А, ну, то есть карьеру модели ты все равно не собираешься как бы оставлять, правильно, при возможности какой-то... Если, конечно, будут... Сделать съемки? Да, нет, конечно, нет. Если какие-то предложения хорошие, которые мне понравятся, я соглашусь, конечно, всегда. Ну, супер. Ну, в общем, в любом случае, знаешь, что тот проект, который у меня сидит в голове, если ты не против, то я хотел бы, чтобы ты в нем была в главной роли, так сказать. сказать. Спасибо. С удовольствием. Ну, все, мы с тобой... Может, даже, кстати, в Ереване ее отснимем. Правда, я не совсем пока представляю, как это делать с вещами, потому что как будут доставлять нам вещи. Ну, в общем, посмотрим. Этот вопрос мы решим. Так, ребят, ну, давайте, наверное, ответим на последние вопросы и уже будем постепенно закругляться. Насколько велика психологическая нагрузка в этой сфере? Ой, кстати, мы во вчерашнем прямом эфире об этом говорили. Ну, кстати, расскажи о своем эксперименте, как из своего личного опыта. Какая нагрузка я не услышала, прости? Психологическая. А, психологическая, это очень трудно, потому что это все равно кастинг, там, соперничество. Нет, не было соперничества, вообще не было этого, но все равно думаешь, пройдешь или нет, это очень трудно, выберут тебя или нет, потому что ты не знаешь вообще, какие критори выбирают. А вот ты сталкивалась с каким-то давлением может со стороны вот тех людей, которые тебя нанимали, там, которые говорили, надо похудеть, или я не знаю. Нет, вообще не было этого. Такого вообще не было, да? То есть абсолютная свободность. У меня было волнение от того, что я пришла уже, в аэропорт устаю, мне должны забрать из Гучи, я звоню им, они говорят, сегодня не наш день, мы не можем прийти за тобой. В смысле не наш день? Я не побоялась. Вот человек, который должен был забрать нас, вот меня, я одна была там, он должен был приехать по моему звонку, когда я прилечу, уже в аэропорту буду, сказали мне, звони ему, и он придет, тебя заберет. А когда я уже была там, звоню ему, он говорит, сегодня не мой рабочий день, пока. Да ладно, ничего себе. У меня начался стресс, потому что я думала, вот блин, наверное, тропикинг все-таки. Да, 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 наверное, родители были правы, да. Кошмар. Я звоню в Берлин, моей вот этой девочке, которая меня вот отправила. Я звоню в Берлин, я говорю ей, они не прийдут за мной, она звонит в Италию, говорит, вы должны прийти за Армине. Они снова звонят мне, вот был, наверное, час или три, я прождала от одного до трех часов я прождала вот в аэропорту, говорила со всеми, я не знаю, общалась, чтобы меня вот взяли. Но потом один человек, который должен был взять других моделей от другого входа в аэропорт, я поговорила с ним, и он сказал, беги сюда, я вот уже забираю вот этих девочек, иди сюда, и вот тебя тоже заберу. И вот я бежала с вот чемоданом весь аэропорт, чтобы успеть. Вот, это был стресс. Ну еще бы. Мало того, что ты ехала туда с сомнениями, что это вообще на Гузе, так еще и не встретили, скажи, да? Да. Ну, в общем, потом все было нормально, да? Да, а потом стресс был в том, что кастинг прошел, но они не говорят сразу тебе, ты вошла вот в этот список ребят или нет. Они ночью звонят твоему агенту, агент тебе звонит и говорит. И вот этот момент, этот период ждания. У тебя сердце колотилось, я представляю. Наверное, я не так уж думала про себя, я думала про мою подружку, а она со мной жила в одной комнате, в комнате. Она была из Мексики, она очень крутая девочка была, очень красивая. Она плакала, она вот, она рыдала, она вот думала про себя. Да ты что, переживала, что если не здесь будет? Она переживала, да, ей плохо было, она легла спать. Я думала о ней. И она не прошла, и она очень тяжело это приняла. И вот мне было очень грустно, когда вот меня выбрали, потому что мне было даже стыдно, что меня выбрали, ее нет. А скажи, а конкуренция большая была среди вот моделей, или как бы... Не было конкуренции, просто были очень, все были очень красивые, интересные лица, и я не знала, почему одного берут, а другого не берут, потому что не было вообще логики в этом. Не, ну потом же у них есть свое понимание, как это должно выглядеть, что им нужно, понимаешь? Да, я знаю, я понимаю это, но все были в этой концепции, все ребята похожи были в ту концепцию, которую они хотели видеть. Я не понимала, почему одних выбирают, других нет. Ну да. Мне кажется, иногда они сами не понимают, почему. Да, наверное. Вот. Да. А переполох вокруг меня я все равно не понимаю, потому что я не была в главной коллекции, я как бы открывала шоу, это был перформанс, и это не главная коллекция была, и вот поэтому я не знаю, почему. А после этого показа с тобой связывались представители, компании, чтобы продолжить сотрудничество? Нет. Нет. Потому что надеюсь, что они сейчас свяжутся. Да, я очень сам искренне надеюсь на это, но почему я спросил на этот вопрос, потому что я знаю, что Гуча, по-моему, там одна из компаний, которая очень часто меняет своих моделей на показы, и у них постоянно какие-то разные запросы на лица именно, и очень много они работают. У них главные модели есть, которых всегда они вот держат, и, наверное, чтобы число заполнять, всегда выбирают новые лица. Да. Но мне нравилось Гучи всегда, и всегда мечтала об этом. Ну, после Александра я любила Гучи. До Александра я не любила Гучи. это да, это совершенно два разных бренда, и как он вообще реинкарнировал марку, это, конечно... Да, 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 да. Я просто обожала после Александра Гучи, просто это была мечта, и она сбылась, это было очень круто попасть сюда, видеть его самого вот рядышком, не знаю. Ну, это твой любимый бренд Гучи, я так понимаю. А есть еще какой-нибудь, может, бренд, с которым ты хотела бы поработать? Ой, не знаю, много было брендов, которые я всегда мечтала. какой бренд, вот ты говорила, я мечтала всегда с Гучи поработать, а есть такой бренд? Наверное, Баленсиага. Баленсиага? Угу. Ну да, Баленсиага. Интересненько. Да. Кстати, я сейчас сижу вот в ходе, я не знаю, если все знают, бренд Вэтман, это как раз креативный директор Баленсиаги, грузин, между прочим. Да, Демна, Демна. Да, Демна, так что, видишь, поддерживаем наших мы соотечественников. Я тоже, кстати, люблю Баленсиагу и Вэтман люблю, но у Вэтмана, конечно, ценовая политика просто какая-то зашкаливает, в разы дороже Баленсиаги, но платье мы за идею креативного директора. Мне очень разные бренды, кстати, нравятся, и большие, и маленькие. Как и музыка, я так понял, да? Да. Ну здорово, слушай, это очень круто. Я тебе желаю больших успехов, я очень хочу, чтобы ты продолжила свою сотрудничество с Гуч, потому что видно, как искренне ты говоришь о этом бренде, что тебе понравилось с ними сотрудничать, и надеюсь, что мы с тобой тоже сделаем съемку, и спасибо за эфир, спасибо, что ты согласилась, вот, в общем, желаю тебе удачи, и всем. Мне было очень приятно, мне очень приятно. Взаимно, правда, взаимно, я надеюсь, что... Что? Это был мой самый первый лайф, потому что я никогда, никогда не делала этого, никогда. Надеюсь, ты не разочаровалась. Я даже не знала, как вот включиться к тебе, чтобы ответить на вопросы. Это нормальная история. Нормальная история. Вот. Но надеюсь, что тебя наши слушатели открыли для себя с новой стороны и узнали тебя получше, потому что не всегда картинка в Инстаграме или, я не знаю, с глянцевого журнала именно может сказать о человеке столько, сколько он сам может как бы показать себя настоящим. Спасибо тебе поэтому за твою искренность. И я тебе желаю огромных успехов и остаемся с тобой на связи. Спасибо.